Приветствую вас, и смотря, конечно, какое общество, то есть смотря о каком обществе вы говорите. Если говорить про общество российское, то здесь есть, конечно, ряд своих тонкостей. Если мы говорим про общество, скажем, не европейское, то это, соответственно, совершенно иной взгляд на подобные вещи. Если мы говорим про общество американское, то это совершенно, опять же, в своей тонкости. А если говорить про российское общество, то да, в целом вы правы, это именно так. Почему? Связано это во многом с менталитетом, с особенностями истории, с особенностями, сложившимися в процессе становления русского человека, как, ну, как личности, как индивидуальности, вот. И проблема здесь на самом деле в том, что российское общество, это всегда, все равно, кто бы что ни говорил, это все равно общество мужчин. В любом случае, это общество мужчин. А пока еще, как бы мы не говорили про толерантность, про эмансипацию, равенство и прочее, прочее, все равно, это еще пока общество мужчин. И именно по этой причине, по причине того, что это все-таки еще общество мужчин, именно мужчины определяют некую такую вот общую тенденцию, именно мужчины определяют некие такие вот общие взгляды на вещи и так далее, и так далее. И отсюда, вот именно по этой причине, поскольку это общество все же именно мужское, то именно по этой причине, по причине того, что общество мужское, именно так и происходит. То есть, мужчинам в большей степени неприятно смотреть на это, соответственно, мужчины реагируют на это в большей степени негативно, и, соответственно, значит, если мужчины на это более негативно реагируют, то отсюда не сложно догадаться, что возникает и подобная реакция, то есть, подобное неприятие и подобная ситуация, по сути дела. Вот. То есть, в принципе, данная оппозиция, она, ну, не является сколько-нибудь неправильной в данном контексте, по, опять же, вот той причине, которую я назвал. И если мы с вами говорим как раз о российском обществе, то российское общество именно по подобным, значит, мотивам относится к представителям сексуальных меньшинств именно так. То есть, для мужчины, для мужчин, для мужского общества более терпимо, если в подобную связь вступают женщины. Мужчинам кажется, что это, ну, это менее противно, это менее грязно, это менее вызывающе, вот. И связано это, опять же, с тем, как, связано это, опять же, с тем, как мужчины воспринимают женщин. Я хочу, чтобы вы вот это вот постарались понять, что связано это все именно с тем, как мужчины воспринимают женщин. Если бы общество у нас было другим, и если бы, соответственно, женщины, по большому счету, определяли бы мастер-развитие, там, и так далее, и так далее, и так далее, Если бы эмансипация у нас дольше была бы по времени и более, так сказать, глубоко проявлялась бы, то, опять же, ситуация была бы иной. Но, в силу того, что мы имеем то, что имеем, мужчинам мне приятно, когда находящиеся рядом с ними мужчины так себя ведут. И это обусловлено, к сожалению, многовековой традицией и многовековыми взглядами на позицию мужчин, на позицию женщин. Вот. Вы знаете, мне приходилось разговаривать с мужчинами, которые очень уничижительно, негативно относились к представителям сексуальных меньшинств. Вот. И мне также приходилось разговаривать с мужчинами, которые сами являлись представителями этих самых сексуальных меньшинств. И я могу сказать совершенно точно, что, как бы, вот, ценности этих людей, вот, именно, если мы говорим с позиции сейчас, скорее, гетеросексуальной, да, то есть, если мы говорим сейчас с позиции гендерной позиции, если мы говорим, то позиции людей совсем отличаются. Вот. И понятно, что русский мужчина просто в силу, в силу, в силу, вот, ряда причин, да, в силу ряда своих взглядов, вот, в силу, в силу своих установок, в силу того, как он воспитан, в силу того, эм, какие у него были родители, в силу того, что вот, буквально еще, эм, предыдущее поколение людей, э, я имею ввиду старшее поколение людей, э, живи при совсем других, э, устоях, э, э, эти люди воспитаны достаточно, ну, достаточно сурово, эти люди, да, воспитаны достаточно, э, ну, достаточно аскетично, э, в, э, достаточно, э, э, четких рамках эти люди воспитывали, э, более молодое поколение, и, э, никак, э, вот, исходя из этого нельзя, э, э, сделать так, чтобы показать, что, э, именно, э, э, к э, э, гомосексуализму отношение было, э, э, другое, э, вот. Все-таки традиционно мужчины, э, считают, э, женщин более слабым, более слабыми, и, именно, поэтому, э, женщины, в принципе, много позволяют, много прощают, много, э, много, э, много, э, намного закрывают глаза, и так далее. То есть, вот это моменты, э, э, которые, ну, на мой взгляд, являются, в данном случае, определяющими, то есть, опять же, э, если бы ситуация была немножко другой, э, если бы, э, э, ну, вот, например, в русском обществе, э, э, и женщины, и мужчины были бы равны, и при этом, а было бы, это было бы такое вот, э, э, такое же четкое и твердое воспитание, э, э, то, тогда, я думаю, все было бы, в равной степени, ну, а так мы имеем, вот, мы имеем, э, то, что ими, 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 то есть, определяется это именно, вот, э, ментальности, именно, э, особенностями, э, э, рассвечья, определяется это именно, э, вот, э, такими, э, моментами, которые, э, собственно, вот, э, заложены, я бы вот сказал, э, да, заложены несколько, э, глубже, чем, э, э, ну, чем, знаете, чем простое какое-то, вот, непри, неприятие чего-либо, банально, то есть, у этого есть причины, и причины, на мой взгляд, э, довольно глубокие, довольно, такие, э, я бы сказал, э, серьезные причины, ну, опять же, на мой, на мой взгляд, и до тех пор, пока эти причины, э, будут иметь место, э, вот, до тех пор, пока это будет так, но я боюсь, что, э, ситуация не улучшится, то есть, вот, как, э, как, э, было, так, сейчас останутся, вот, и поэтому, да, э, значит, эм, поэтому, собственно, вот, гомосексуалистом, э, в России гораздо тяжелее, чем, э, э, чем лесбиянка, э, и я могу, э, только здесь, э, вам, э, порекомендовать, если это вы, или, если это, ваши знакомые какие-то, э, я могу вас, э, только, э, порекомендовать, чтобы вы не, э, ну, старались не отчаиваться, да, чтобы вы, старались не, э, переживаться, чтобы вы, э, понимали, что, э, все это, в принципе, временно, и что, э, обязательно, э, обязательно, э, время, э, э, когда ситуация изменится, и все станет по-другому, а до тех пор, а мне бы хотелось, чтобы люди, которые, э, сказались в такой нелегкой для себя ситуации, чтобы они находили в себе силы, э, э, как-то вот, э, дальше жить, чтобы они находили в себе силы, э, э, не бояться, э, проявлять себя и не поддаваться на на определенного рода, э, значит, э, ну, на определенного рода, э, значит, э, э, на определенного рода, э, 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 на определенного рода, э, 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 э И на свою жизнь это не было бы правильно, поэтому я бы хотел пожелать этим людям стойкости. А я со своей стороны, как и в принципе любой уважающий себя психолог, всегда готов помочь людям, если у них возникнет потребность, возникнет такая проблема, готов помочь эту проблему преодолеть. На этом все, надеюсь кто-то помог вам, если какие-то вопросы дополнительно остались, включите в яичко, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.